Добрый вечер! Здравствуйте! В эфире самая аналитическая из всех развлекательных и самая билетаристическая из всех информационных северное интерактивное шоу Югра в твоих руках. Мы отныне вовеки в новой студии и в обновленном составе. С вами Демурия Паликов и Мария Пуртова. В нашей программе самое актуальное событие, которое требует немедленного обсуждения, горячие народные новости, мнения экспертов, звонки телезрителей и многое-многое другое. Кроме того, теперь мы имеем возможность не только получать комментарии наших подписчиков, да и всех прочих пользователей сети ВКонтакте в прямом эфире, но и письменно на них отвечать сразу же. Ни в коем случае не переключайтесь, ведь прямо сейчас вы вот что увидите. А вы не принц из Нигерии? Ну тогда наверняка внук миллионера или хотя бы выигрывали в лотерею. Казалось, что в 90-е нулевые наши люди должны были навсегда получить иммунитет от разного рода мошенников. А нет, все отдают им и отдают кровно нажитые. Да и аферисты, надо признать, становятся все изобретательнее. Как не стать их жертвой? Разберемся вместе. Идите лесом! Или лес наше все? Нет, ну а что? Грибы, ягоды и прочие дикоросы. Краснокнижные животные, чья редкость уже притча во языцах. И, конечно, редкие негодяи, браконьеры и вредители всех мастей. Кто еще прячется в лесу? Узнаем у наших экспертов. Какой-какой матери? Парижской богоматери. В восстановлении знаменитого собора примет участие югорский скульптор, довеском к 10 кубометрам югорской лиственницы или поручит какие-то работы. Выясним в нашей программе. Слышу школа, хватаюсь за пистолет. Именно такую реакцию вызвал у одного малолетнего сургутянина начало нового учебного года. Правда, направил он его не на одноклассников, как это модно за океаном, а на собственных родителей. Чем все закончилось? Узнаем совсем скоро. Осовременить ландшафт. На такое способна сила мысли этих ребят, а именно участников урбанистического форума «Хакатон» в Сургуте. Во всяком случае, хочется в это верить. Чем же все обернется? Благими пожеланиями или долгим ящиком, неудачными экспериментами или новыми насмешками Варламова? Или же превращением Сургута в один из самых современных городов страны? Настоящий чиновник должен плавать как рыба, бегать как гепард или уметь орлиным моком разглядеть нарушения законов Российской Федерации? А может быть, просто быть компетентным работником? В Югре объявлен конкурс на лучшего муниципального служащего. Каков он современный облик «Слуги народа»? За первой темой нашей сегодняшней программы далеко ходить не пришлось. Только руку протяни и все. Да, чего там? О ней буквально выпьет все и угорское медиапространство. За один только безвременно ушедший от нас август в округе зафиксировано 8 случаев крупных мошенничеств. 8 и только крупных, о которых стало известно общественности. А сколько таких, о которых люди не стали заявлять в полицию? Сам лично пару таких знаю. Тебе, Маша, кстати, не доводилось ли попадаться на лодочку афилистов? Да чего же греха-то есть, конечно, доводилось. Но не хочу говорить о своем печальном опыте. Хотелось бы сказать о другом. Мошенников ведь было предостаточно и раньше, с начала 90-х. Но они людей, если и обманывали, то в основном, что называется, тет-а-тет. И при наличии определенного опыта их можно было раскусить. Теперь же они все глубже уходят в интернет, понятное дело. И неплохо маскируются даже под официальные сайты. Порой и глянуться не успеешь, а деньги со счета уже пропали. Ну и про телефонные звонки тоже не забывают без визуального контакта. Человека сподвигнуть на необдуманные поступки наверняка куда легче. Особенно если владеть некоторыми психологическими приемами. Да. Чего уж там. Чтобы не быть голословным, предлагаем вам небольшую подборку самых выпиющих случаев. Сургутянка перевела мошенникам почти миллион рублей. Для этого им, правда, пришлось сделать более 40 звонков. Два дня они трезвонили ей с разных номеров и убеждали женщину, что с ее счета снимают деньги. Та несколько раз обращалась в банк. Ее заверили, что со счетами все нормально, все деньги целы. Однако мошенники продолжали терроризировать Сургутянку, убеждая, что у банков, мол, есть свои преступные схемы. Наконец женщина сдалась и перевела на счет все свои сбережения – 970 тысяч рублей. Жительница Пытьяха отдала аферистам четверть миллиона рублей примерно. По такой же схеме лжесотрудники банка сообщили ей, что с ее карты деньги переводятся во Владивосток. Позже позвонили вновь и предложили установить на телефон некое приложение. Пострадавшая согласилась и тем самым сама отдала преступникам управление своим гаджетом. И вскоре туда пришло СМС о списании со счета 250 тысяч рублей. Житель Югорска хотел взять кредит 350 тысяч. Нашел предложение в интернете, ему позвонили якобы сотрудники выбранного им банка и сообщили, что кредит одобрен. Однако, чтобы открыть счет, необходимо перевести комиссию. Кроме того, предложили заплатить 6 тысяч рублей, чтобы представитель банка приехал в Югорск для заключения договора. После попросили застраховать жизнь. А когда платеж якобы не прошел, повторить его. Затем еще 19 тысяч за привязку карты к счету. В итоге, перечислив мошенникам почти 70 тысяч, кредит мужчина так и не получил. Ну и напоследок позитивная новость. В Нягоне перед судом предстанет бывший заведующий отделением Бюро судебно-медицинской экспертизы. В течение трех лет он за деньги предоставлял людям услуги, которые должны были быть бесплатными. Заработал таким образом более 200 тысяч рублей. А еще миллион получил в качестве взятки за подписание фиктивных контрактов. Теперь его обвиняют сразу по трем уголовным статьям. Да жуть просто. Вот скажи мне, Димури, пожалуйста, как у таких людей совести хватает? Я думаю, здесь про совесть речь не идет. У подобного сорта людей она давно атрофируется. Тут вопрос в другом. Как бы нам сберечь свои кровны? А вот давай посмотрим, кто из наших телезрителей давно уже получил прививку от мошенников. А кто все еще считает, что бесплатный сыр в мошеловке все-таки бывает. Итак, наш сегодняшний интерактив звучит так. Я помогу материально родственнику, незнакомцу или государству. Готов поспорить, голоса за второй вариант будут. А пока наши телезрители размышляют, я хочу дать слово юнкору Александру Ли. Наш молодой да ранний Александр Ли познакомился с несколькими жертвами аферистов, да так и проникся ситуацией. Настолько, что решил сам стать пострадавшим. Давайте посмотрим, что у него получилось. Заплатить за интернет дело обычное. Нужно всего лишь зайти на сайт провайдера, ввести номер карты и вуаля! Всемирная паутина снова доступна. Но не все знают о зеркальных сайтах, которые создают мошенники. Мой коллега, решив в очередной раз заплатить по своему тарифу, наткнулся именно на такой. За считанные секунды с его карты списалось 10 тысяч рублей. Направление этих средств, конечно же, неизвестно. Так, вот этот самый сайт. О, теперь его уже заблокировали, пожалуйста. А вчера еще работал. Первым делом обратился в банк, попросил выписку и спросил, можно ли вернуть деньги. Сообщили, что выписку, конечно, дали. Деньги сказали, вернуть не могут. Не могут. Потом я обратился в Ростелеком. Они сообщили, что они здесь ни при чем совершенно. Это сайт не их. И потом обратился в полицию. Они все записали, все данные. Но деньги не вернутся. Не вернутся они и к Дмитрию Лукманову. Молодого, но прошаренного студента все равно смогли обмануть. Мошенники взломали страницу его брата в соцсетях. Затем подделали банковскую карту и попросили выручить. По-братски. Ни одной оплошности. И фамилия, и имя. Выпуклась цифр. Одним словом, ювелирная работа. Вроде молодой, работаю с мобильными телефонами, с компьютерами. Но не раз писали мошенники. Но именно такой способ я никогда не видел. От фотошопили карту, то есть до неузнаваемости. Это было непонятно, что это фотошоп. И я купился, к сожалению, на это. Мы решили проверить, как мошенники разводят своих жертв дистанционно, создав обычное объявление о продаже. Первый покупатель, в кавычках, нашелся уже через пару часов. А вам прим сейчас? Куда? Ну ладно. Пишите. 22.01.54 В общем, чтобы не попасться на уловки аферистов, нужно быть предельно внимательным. И помнить самое главное правило. Ни в коем случае не сообщать коды и пароли, если на 100% не уверены в адресате. У нас опять-таки масса комментариев из социальной сети. Давайте зачитаем. Сергей Манойленко, ВПЕВ. Да, мошенничество словно одна из форм бизнеса. Пока будет спрос на обманки и уловки, предложение всегда найдется. Конечно, Евгений Галев, смотря какая и кому нужна помощь, родственникам помогать, это само собой. Вот незнакомцу, если это благотворительность и жизненно необходимо, то почему бы и нет. Елена Макарова уверена, что на самом деле мошенников очень много в последнее время развелось. Из-за недобросовестных людей, опять-таки, люди разучились помогать друг другу. Правильно, Елена, мы согласны с этим мнением. Константин Максимов утверждает, что мошенники всего лишь продукт нынешней системы государственного устройства. Смело, Константин, до тех пор, пока у власти будет капитал, такой строй ничего не поделаешь, чья главная задача постоянно возрастать, мошенники никуда не денутся, будут действовать во всех сферах. Согласны. Ольга Сергеенко пишет, незнакомцы бывают разные, иной раз видишь, человеку и вправду помощь требуется, но как тут отказать? Ну, мнения у людей, как всегда, разнятся. Теперь я предлагаю обратиться к опыту профессионалов, то есть сотрудников полиции, которые как будто специально к нашей программе составили список из наиболее распространенных видов телефонного интернет-мошенничества, о которых я вам сейчас и поведаю. А я с большим интересом послушаю. Итак, одно из первых мест среди мошенничеств занимают манипуляции с электронными картами. Цель у них всегда одна – узнать номер и пин-код. Поводов для этого, конечно, могут придумать огромное количество. Например, те, о которых мы уже говорили, звонят по телефону и сообщают, что с вашего счета снимаются средства. Противоядие от этого только одно – ни в коем случае не сообщать никаких номеров. Настоящие сотрудники банка никогда их не попросят. Популярны сейчас аферы с установкой на мобильное устройство якобы полезных приложений, которые на самом деле выполняют тоже только одну функцию, списывать деньги со счета. Ни в коем случае этого не делайте. Ну и, конечно, никуда не делись так называемые телефонные разводы. Это случаи, когда никаких реквизитов сообщать не просят. Просят просто привезти деньги. И ведь и многие переводят. Да и так называемые зеркальные сайты никто не отменял. На них лучше просто не заходить. Далее перед вами общее число мошенничеств в России. По официальным данным прокуратуры. За последние несколько лет, начиная с 2013-го, заканчивая 2017-м годом, сами видите, пару лет балансировало все на уровне 160 тысяч, а потом неудержимо устремилось вверх. Рядом вы можете наблюдать второй ряд столбиков. Это уровень раскрываемости этих самых мошенничеств. Снова все наглядно. От 34% в начале до, к сожалению, 17% в конце. Еще бы общую сумму денежных потерь от этих афер узнать, а? Не правда ли, Маш? Ну, я думаю, что эта информация известна сотрудникам правоохранительных органов. Впрочем, и так весьма информативно получилось. Я уже трепещу от нетерпения обсудить вопрос с профессиана. Однако, прежде чем, прежде я предлагаю внимание наших телезрителей, традиционный опрос, наши дружественные корреспонденты продолжают приставать к прохожим на улицах и задавать разные вопросы. В этот раз их живо интересует, кто виноват и что делать. Но, проще говоря, куда бежать обманутому человеку? Если вас обманули, куда вы пойдете за помощью? Ну, как куда? К участковому, наверное. Ну, у нас милиция есть, наверное. В полицию. По мошеннике я уже как-то привыкла, что на телефон звонят, я уже просто отключаю телефон и все. В банк я бегу с телефоном и спрашиваю. Она говорит сразу, что мошенники. И все. В полицию куда еще? Наверное, никуда. Сам бы решил. Ну, смотря как обманули. Если это, конечно, касается не крупных, там, денежных сумм, например, да, может быть, и ничего не предприниму. Не, ну, мне, конечно, хочется поручить такого человека, но думается, что жизнь настолько сложная, что и город такой маленький, что такого делать не надо, и как бы это сразу же пойдет в обратную, ну, обратка будет. Время разговора с гостем наступило, я думаю, уже окончательно и бесповоротно. Встречайте в студии северного интерактивного шоу начальник отделения организации борьбы с мошенничеством ОМВД России по Югре Олег Васильевич Ярошенко. Здравствуйте, Олег Васильевич. Олег Васильевич, первый вопрос за мной, да, Мария? По данным Центрального банка, чаще всего жертвами мошенников сейчас, на удивление, становятся либо бывшие сотрудники силовых структур, либо действующие сотрудники силовых структур. Как вы это можете прокомментировать? Даже не знаю, как это можно прокомментировать, но можно сказать, что в основном бывшие сотрудники – это те, которые пенсионеры. Ну, видимо, о них и речь, да. Да, в основном это все пенсионеры. Может быть, еще остались те ситуации, точнее, те добрые нотки, которые у них остались, и доверчивость, доверяются и попадаются из-за этого, я, скорее всего, думаю. То есть, получается, что мошенники – прекрасные психологи, и безразлично, кто, в общем-то, на том конце телефонного провода или на том конце интернета… Ну, только одна цель – это деньги. Деньги. Но они в основном берут на доверчивость, правильно? Да, совершенно верно. Олег Васильевич, а вы лично попадались на уловки мошенников? Вы знаете ни разу. Ну, может быть, потому что уже знаю все их способы. Бывало, да, приходили смс-сообщения, были и звонки, но нет, не попадалось. Может быть, они знают личный ваш номер телефона, чтобы вам лучше не звонить? Может быть, но постоянно из своих родных всегда предупреждаю. Никогда никому не сообщайте ничего, то есть и бабушку, и маму всегда предупреждаю об этом. У нас есть звонок, я надеюсь, не мошенники, это сейчас звонят, дабы вытянуть деньги у действующих сотрудников силовой структуры и у журналистов. Вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей Скандоматинка. Знаете, меня больше интересует такая проблема, но даже не проблема, а вопрос. Постоянно вы озвучиваете суммы, еженедельно снимая столько денег наших жителей, 800 тысяч, 900 тысяч. А почему нельзя вернуть эти деньги? Хороший вопрос. Давайте так, немножко развернем. Можно ли их вернуть, и если нет, то почему? Это единичные случаи, когда можно вернуть, и то это по ошибке банка. То есть банк ошибся, списание денежных средств, и тогда возвращаются. Имеется федеральный закон о банках и банковской службе, где конкретно написано, если человек, ну или потерпевший, сообщил все свои данные и дал доступ к своим виртуальным деньгам, которые были похищены, денежные средства не возвращаются. Печальная, конечно, картина. Скажите, раз уж мы заговорили о суммах 900, 600 тысяч, чем так Югра привлекательна для мошенников? Зажиточным населением, да я не знаю, доверчивыми горожанами или большой территорией проще убежать? У меня в голове это не укладывается. Территория у нас небольшая есть, еще больше, конечно же. Но все-таки это из-за того, что все думают, что здесь хорошо все живут. Из-за этого стараются... А то есть 600 тысяч пропали и ничего страшного, переживут? Да, может быть, они так думают. Ну вот, преступники стараются, конечно же, наши регионы, как Ямал-Ненецкий, так и Хантамансийский автономный округ, прям такие. А кого сейчас среди мошенников больше? Может быть, всегда так было? Югорчан, жители других регионов? Или, может быть, это какие-то вообще иностранцы? В округе мы своих уже всех извели и уже сидят, так сказать. Основное, это, конечно же, у нас жители других регионов Российской Федерации. Других, то есть за пределами округа. Да, я знаю, что у вас бывают совместные операции в Алтайском крае. Постоянные выезды, командировки служебные, совершенно верно. Мария, вы подкованы? Вообще-то да. Встречались. Встречались. Хорошо. Денег, если не удается так часто вернуть, да? Давайте попробуем. А стоит ли вообще обращаться тогда? Обращаться-то стоит, конечно же. Мы работаем в данном направлении, и любая информация может нам помочь. То есть преступники же меняют свои ходы, как номера телефонов, так и счета. И если мы, к примеру, работаем в данном направлении, по данной теме, то, естественно, нам это помогает. Работу с населением вы проводите, правильно? Памятки различные и так далее, и так далее, и так далее. А есть ли у вас осведомители в среде машин? Видите, опять же, тут становится тяжело в том, что все преступники у нас за пределами округа. Когда были свои, то информация поступала от людей. У нас есть звонок, вы в прямом эфире. Пожалуйста, тема горячая, задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Когда мошенники обманывают, например, и у тебя с карты, или с телефона, или с ноутбука списываются средства. И потом полиция должна конфисковать, ну не конфисковать, а для обследования, чтобы провести обследование, они забирают этот гаджет. Вот скажите, надолго ли они его забирают? И забирают ли вообще навсегда? Спасибо за вопрос. Я представляю, тебя мошенники дистанционно обокрали, потом полиция взяла твой ноутбук как вещественное доказательство и не вернула. Да, вот, наверное, этот вопрос. Возвращают, да, 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 понятен вопрос. Все гаджеты, все, что изымается, возвращается. Долго, я вам так скажу, очередь на проведение компьютерной экспертизы очень большая. Вы сами показывали, сколько преступлений происходит. То есть, вы представляете, это все изымается, это все проверяется. То есть, людей мало, а работы много. А вообще легко ли доказать факт мошенничества? Есть такая статистика у вас? Опередила. Это тяжело раскрываемые преступления, они раскрываются, долго надо работать над этим, доказывается, людей ловим, доказываем и судим. Скажите, пожалуйста, доказать не так просто, очередь стоит на экспертизу, деньги не всегда удается вернуть. Откуда мошенники все это знают? Ведь они же реально пользуются положением вещей? Есть у нас небольшие в законодательстве, конечно же, так сказать, дыры, где мы сами рассказываем об этом. Вот, к примеру, сейчас мы рассказали, кто-то об этом узнал правильно. Но вы не можете об этом не рассказать, потому что это тоже является частью какой-то профилактической работы. Совершенно верно. Понятное дело, что мошенников видов много. Какие виды вы знаете, которые сейчас активно на югорском поле работают? Давайте хотя бы вот по классификации 3-4. Вы уже это все назвали. То есть мы уже все сказали. Вы это все назвали. Ничего нового. Первое, это, естественно, когда служба безопасности банка вам звонит и предупреждает о списании денежных средств. Второе, это разнообразные зеркальные сайты. Ну и третье, бывают простые звонки точно так же. Но ведь ловят прямо на такие горящие крючки. Алло, здравствуйте, это служба безопасности Центробанка. А Центробанк не работает с гражданами, с клиентами? У нас есть звонок, вы в прямом эфире. Прошу задавать свой вопрос. Здравствуйте, у меня вопрос такой к эксперту, очень животрепещущий. Скажите, пожалуйста, в какую инстанцию, кроме полиции, я еще могу обратиться по факту мошенничества в интернете? И как правильно мне составить заявление, самое главное, о факте мошенничества, чтобы его приняли в работу, а не отмахивались от него из-за недостатка оснований? Вот такой вот вопрос. Спасибо. Это явно крик души. Спасибо большое. На сайте, через интернет вы можете в любом, и как в прокуратуру, так и сайте МВД, написать любое свое обращение. Но самое главное, вы, пожалуйста, оставляйте все свои сведения. То есть фамилия, имя, отчество, как можно с вами связаться. Потому что не дается полная раскладка по вашему заявлению. Вы пишете в строчках, а мне уже нужны будут факты. То есть для этого мне надо будет с вами связаться. Бывают такие случаи, приходят через интернет заявления, но кроме фамилии и инициалов больше ничего нет. Я не знаю, как с этим человеком, к примеру, связаться. Правильно? И вот остается нераскрытым данное заявление. Та же анонимка. Интересная у вас работа. Скажите, пожалуйста, может быть, вас мало, поэтому... Может быть, правда, сил не хватает. Да, сил не хватает, и этим в том числе и пользуются люди. Справляться с таким объемом. Ну, если по сравнению брать с преступлениями, то да. Но работаем. Мы же не можем все вместе переключиться на один вид преступления. То есть это все разделено, и если вдруг уже что-то интересное наклевывается, то, конечно же, подключаются и дополнительные следы. Ну, вот такой вот вал. Мы только за месяц. Мы не стали все озвучивать, мы озвучили только четыре. А там их восемь или девять вообще было громких в новостях про прозвучавших случаев. Такой вал, он не заставляет ли уже обратить немножко под другим углом зрения, да, внимание? Понятно, не убийство, но тем не менее же. Каждый день на сотни тысяч, на сотни тысяч. Непонятно, столько всего. Почему? Почему люди попадаются? У меня нет ответа на это. Может быть, это доверчивость. Если касаемо, вот, к примеру, пенсионеров, то, скорее всего, это доверчивость. Они доверяют этим людям. А если касаемо молодежи, ну, это глупость. Я вот, честно сказать... Или жажда нажима. Жажда легкой нажимы. И жажда, конечно же. Потому что по бросовым ценам какие-либо товары через интернет покупать все хотят. Ну, я одного не понимаю, когда покупают какие-либо аккаунты виртуальные, там, не знаю, всякие онлайн-игры, там, танчики за большие деньги, и их обманывают. Вот этого я, конечно, одного не могу понять. Все остальное, да, особенно, когда обманывают пенсионеров, прям очень жалко становится. Да, это точно. Конечно, гигиена в сети присутствовать должна. Я хотел бы подвести промежуточные итоги интерактива. Я помогу материально. Родственникам поможет больше всех югорчан. 64% незнакомца только 9. Ну, и нашему государству почти 30%. Скажите, а кому поможете материально вы? Родственникам. Опять-таки родственникам. Конечно же, родственникам. Спасибо вам за интересный разговор. Вам удачи и успехов в вашем нелегком труде и службе. Будем на связи. Хорошо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Итак, подводим итоги, предварительные итоги интерактива. Только что Димури озвучил их. Еще раз повторим. Итак, родственнику готовы помочь 65%, государству 26%, незнакомцу 9%. И тем не менее, есть такие, которые готовы помогать абсолютно незнакомым людям. 9 человек помогут одному незнакомцу. Замечательно. В интернете распределились голоса следующим образом. Родственнику 81%, незнакомцу 6%, государству 11%. Ну, интернет-юзеры государства, в общем, тут не очень котируют. Понятно. Ни в коем случае не переключайтесь, потому что прямо сейчас вы вот что увидите. Какой-какой матери? Парижской. Бога матери. В восстановлении Заменитого собора примет участие югорский скульптор. В довеском к 10 кубометрам югорской листницы? Или поручит какие-то работы? Выясним в нашей программе. Слышу школа, хватаюсь за пистолет. Именно такую реакцию вызвало у одного малолетнего сургутянина начало нового учебного года. Правда, направил он его не на одноклассников, как это модно за океаном, а на собственных родителей. Чем все закончилось? Узнаете совсем скоро. Осовременить ландшафт на такое способна сила мысли этих ребят, а именно участников урбанистического форума «Хакатон» в Сургуте. Во всяком случае, хочется в это верить. Чем же все обернется? Благими пожеланиями и долгим ящиком? Неудачными экспериментами? Или новыми насмешками Варламова? Или же превращением Сургута в один из самых современных городов страны? Настоящий чиновник должен плавать, как рыба, бегать, как гепард или уметь орлиным оком разглядеть нарушения законов Российской Федерации, а может быть, просто быть компетентным работником. В Югре объявлен конкурс на лучшего муниципального служащего. Каков он? Современный облик слуги народа. Идите лесом. Или лес наше все. Нет, ну а что? Грибы, ягоды и прочие дикоросы. Краснокнижные животные, чья редкость уже притчевы из ицах. И, конечно, редкие негодяи, браконьеры и вредители всех мастей. Кто еще прячется в лесу? Узнаем у наших экспертов. К народным новостям. Истинно народным говорю я вам, ибо от народа они про народ и для народа. Но перед этим напомним про викторин. Продолжается конкурс на лучшую народную видеоновость. Пожалуйста, присылайте свои ролики в нашу группу ВКонтакте, а мы выберем самые лучшие. И, внимание, победителя ждет приз. Все, что подсмотрите на улице, все, что возмущает, веселит, удивляет, пишем на камеру с комментариями и постим в группу «Югра в твоих руках». Только, пожалуйста, во время съемки держите телефон горизонтально. Спасибо. В продолжении темы первого блока «Свежая новость» буквально только что пришла. Крупнейший муниципалитет Югры, экономическая ее столица, и просто красавец Сургут, и радует, и огорчает одновременно. Житель экономической столицы отдал мошенникам без малого 200 тысяч рублей. Гражданин попытался продать дачу в интернете. Получив встречное предложение, Сургутянин направился к банковату за задатком. Выполнил все инструкции покупателя и вместо аванса остался ни с чем. Да, мы уже обсуждали сегодня этот вид мошенничества. Так будьте внимательны, земляки, едем дальше. Только аккуратнее и по правилам, и не так, как этот лихач Сургутянин. Гаишники еще ищут водителя, который на днях въехал в осветительный столб, а потом столкнулся с другим автомобилем, и в первом, и во втором случае. Мехач ушел с места аварии. Надеемся, что от стражи порядка он не уйдет. Как не ушел от лихой погони, герой следующей новости. Помните у райских прогульщиков, да? Я помню. Из прошлой нашей программы. Теми, кто не посещает школу, там занялись полицейские. Видимо, не зря. Да, сургутский отрок так не хотел учиться, что угрожал своим предкам пистолетом. Да-да, вы не ослышались, свобода или жизнь? Так и не решившись в итоге выстрелить, паренек удрал из дома. По его следам направили погоню. Разыскав незадачного стрелка на улице, полицейские вернули его в лоно семьи, ну, передали законным представителям. Профилактическая беседа проведена. Осталось принять ряд других мер, но это уже на совести родителей. Неясно одно, как же 16-летний прогульщик смог завладеть газовым пистолетом. Тем паче, что, по информации полиции, подросток находится на учете в психоневрологическом диспансере. Современному городу современные материалы. Сургут не только в авангарде происшествий, что уж греха таить, но и урбанистики, как и положено экономической столице. Теперь там вдоль дорог ставят заборы из металлопластика, а не из чугуна. Такой материал не надо постоянно перекрашивать, он легко восстанавливается в случае поломки. Скорее всего, морозоустойчивый. Чтобы это проверить, новые заборы устанавливают пока в тестовом режиме. Как рассказали на портале у Сургутса, ссылка на муниципалитет. В прошлом году власти уже установили почти полторы тысячи метров такого ограждения. А дальше больше. Больше всего округи сейчас фонтанируют урбанистическими идеями как раз в Сургуте. Там проходит всероссийский урбанистический слет. За благоустройство развития инфраструктуры в духе модерна и в стиле будущего взялись два десятка российских архитекторов. Набережная, внутриквартальные и пешеходные зоны, велодорожки, освещение улиц и многое другое. На это буквально с жаром набросились участники со всей страны. Они не только проектируют будущее Сургута, они при этом используют его особенности и колорит, руководствуясь пожеланиями самих горожан. Победитель форума конкурса реализует свой проект в следующем году. Остальные подождут до 2024. Новости Егорского фонда капитального ремонта. Пока участники их катона планируют благоустройство, капитальщики им уже занимаются. Причем в весьма оригинальной форме. Группа самарских художников по приглашению фонда рисует граффити на одной из сургутских многоэтажек. Да что же это такое Сургут? Основной генератор новостей. Хороших все-таки больше. Граффитчики изображают пилотов Дамира Исупова и Георгия Мурзина, спасших недавно от гибели более двух сотен пассажиров. На этот поп-арт с благодарностью за подвиг потратят три сотни баллонов, краски. Красками дом ребята покрывают днем и ночью на высоте 20 метров. Вот это я понимаю работа мечты. Так и работа в администрации города. Да, или в городском департаменте, ну или любая другая в ранге чиновника. Так думает большинство из нас. Но, есть одно но. Не всякий решится взять на себя ответственность, повысить престиж как раз муниципальной службы и привлечь к ней потенциальных соискателей должностей, решили организаторы конкурса название лучшего муниципального служащего Югры. Сейчас идет прием заявок, есть железные условия, стаж не менее года, реальные дела, чтобы потрясли муниципалитет и план по решению наболевших вопросов. А еще с каждого требуется видеоинтервью и письменная работа. Представляешь, Маш, получается, что чиновник может побыть в шкуре журналиста. Ну, хоть ненадолго. А вот мы маску чиновника надеть не можем. Жмет. Такая ирония. Итак, срок сдачи заявок до 1 октября. Удачи всем, ведь приготовленный главный приз. Целых 20 тысяч рублей. Скорее, он поощрительный, ведь зарабатывают служащие достойно, поскольку работают. Поскольку работают. Ну, а кто-то не работает, а просто мечтает о легкой наживе. Как вот эти две дамочки, что наглым образом якобы стащили телефон с рабочего места сотрудницы одного из уважаемых в городе алкомаркетов. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, брать чужое по-тихому и циничным товаркам не привыкать. Такая приличная женщина-аворовка, да, как в нетленном месте встречи, что нельзя изменить. Ведь уверены, если это была на самом деле кража, а не глупая шутка, дамы встретят свою карму. И это и впрямь нельзя изменить. Впрочем, кое-что все-таки менять можно. Это, к примеру, отношение к братьям нашим меньшим и их судьбам. Сейчас не очень веселое. Как это случилось с псом Рокки. Собакем даже с ампутированными задними лапками радуется каждому дню своей новой жизни, которую ему подарили волонтеры из неба из известного ковчега. Посмотрите на эту милую мордаху. Вот у нас и Рокки. Теперь свои ножки бережем, да, Рокки? Как и вот на этих собак, посмотрите, что ждут любящих хозяев. Самые разные животные находят дом с помощью волонтеров. В конце августа прошел целый фестиваль. И второе место там взяла собака, у которой всего три лапы. Она тоже ждет своего человека. Посмотрите, может быть, вы ее человек. Ведь быть человеком это приятно, по меньшей мере. Ну а сейчас оставайтесь на телеканале Югра, ведь она в ваших руках. И вот, что вы увидите. Идите лесом. Или лес наше все. Нет, ну а что? Грибы, ягоды и прочие дикоросы, краснокнижные животные, чья редкость уже притча во языцах. И, конечно, редкие негодяи, браконьеры и вредители всех мастей. Кто еще прячется в лесу? Узнаем у наших экспертов. Чтобы перекинуть некий мостик от первой нашей сегодняшней темы, я хочу, дорогие наши телезрители, поведать вам еще об одном возмутительном случае. Итак, некая житница Югорск продавала через интернет грибы. Все бы ничего, но позвонил ей вдруг неизвестный мужчина, готовый на словах купить полезных дикоросов аж целых 30 килограммов. И прямо сразу сходу все оплатить. Для чего попросил номер банковской карты, а потом и смс-код от банка. Доверчивая женщина вот так вот все ему и выложила. Все цифры, все буквы. Ну и лишилось 16 тысяч рублей. Ну это ж вообще ни в какие ворота. На святое замахнулись, деморы, согласись, на грибы. Еще бы из-за ягод обманывали. Да, согласен. Все, что связано с лесом, все свято. И не только дикоросы. Югорский лес сам по себе уникальное явление. По растительному составу и по бескрайности своей. Говоря научным языком, какой же это отличный рекреационный ресурс? А по-простому место для отдыха. Жителям Ханты-Мансийска в этом плане, не правда ли, особенно повезло. Город буквально насквозь пронизан отличным реликтовым лесом под названием Самарский Чугас. Ох, как же я люблю по нему гулять. Хлебом. Вообще целую оду спел лесу. А то. Я к нему не так восторженно отношусь, честно говоря. Красиво, конечно, слов нет, особенно осенью. Но как вспомнишь, например, про клещей, комаров. Бескрайние просторы и палка о двух концах. С одной стороны, есть где душе по это развернуться, а с другой заблудиться недолго. Каждый год сколько людей пропадает. Ну и про медведей надо помнить. Они никуда не делись. И на окраинах городов и сел появляются регулярно. Да и грибами теми же можно отравиться. Все-то ей не так и все не так. Так, в общем, позиция ваша, мадам, не ясна. Давайте тогда в нашей обычной манере сделаем своими арбитрами наших же телезрителей. Пусть они решают, кто прав. Итак, в лесу я ищу грибы, приключений, вдохновения. А чтобы дать вам время подумать, предлагаю посмотреть материал моей коллеги Надежды Леонтьевой. Она решила вспомнить самые громкие случаи пропажи людей, а заодно спросить совета узнающего человека, как не заблудиться в лесу. Смотрим. Пошел в лес за брусникой и пропал. Почти каждый день спасатели Югры получают подобные сообщения. Так, недалеко от поселка Высокий Нижневартовского района, 63-летний мужчина уехал на автомобиле за грибами и не вернулся. Поисковая группа обследовала 136 километров дорог от сельского поселения Вата до Лангипаса и выяснила место съезда машины с основной трассы в районе Северо-Ореховского месторождения, где и было обнаружено тело пропавшего мужчины. Еще один грибник заблудился на первом километре автодороги Нягань-Таллинка. На месте спасатели установили световую башню и при помощи звуковых сигналов вывели 62-летнего мужчину на дорогу. Медицинской помощи он не нуждался. Поиски другого пропавшего в лесу пока не дали результатов. Мужчина 1958 года рождения пропал в районе 11-го километра автодороги Пырьях-Лентор. Спасатели совместно с сотрудниками полиции уже обследовали 15 километров лесного массива, 2,5 километра болотистой местности и столько же километров берега реки. Поиски продолжаются. Также на этой неделе югорские спасатели дважды получали команду отбой. Уже после сообщения о заблудившихся грибниках в лесу. Два человека в районе месторождения Самотлорска и один на 46-м километре автомобильной трассы Лангипас-Покачи. Все они вышли самостоятельно из лесного массива. В основном люди теряются сейчас пожилые, потому что как они далеки от этого. А молодежь сейчас, по-моему, нигде не потеряется. Сейчас в навигаторах много продается, в телефон скачиваются карты всякие. Пошел, точку поставил, пошел, показывает, чертит. Посмотрел расстояние, куда ушел, как. Югорские спасатели также регистрируют случай встреч человека с медведем. Так, на минувшей неделе в Октябрьском районе мужчина сообщил о том, что собрал корзинку лесных ягод и отвлекся на грибы. И вдруг заметил, что его собранный урожай уже подъедает медведь. Испуганный грибник успел убежать. Хищник не отреагировал никак. Однако в лесном массиве еще находилась его 55-летняя спутница. Вот именно ее и искали спасатели. И обнаружили живой и невредимой в районе первого километра дороги Нягонь-Таллинка. Отмечу, что только на территории досугового центра и Митуй, где порядка 1 миллион гектаров, насчитывается около 80 бурых медведей. Ежи грибы собирают больше, но никуда не лезть. Какую-то ямку там увидел, там берлогу, ну и не залезть туда в берлогу, потому что там только медведь сидит. В лесу шум на себя вести, во-первых, чтобы в ведро там стучать, громко разговаривать, ветками там наступать, чтобы трещать. Потому что медведь, он как бы, все равно это дикое животное, но он к людям не сильно тянется, он все равно испугается людей. Либо там какие-то хлопушки используют, ну какую-нибудь петарду возьмите там, либо отпугивающий устройство, какой-то баллончик, либо хлопушку какую-то, чтобы это... Специалисты Центра Спас-Югория напоминают, что отправляясь за ягодами и грибами, нужно надевать яркую одежду, чтобы быть заметным среди деревьев. Брать с собой заряженный содовый телефон, обязательно взять спички, нож, компас или навигатор, а также запас продуктов и воды. Конечно, не забыть про необходимые медикаменты. Важно, чтобы о вашем походе за дикоросами знали родственники или друзья. Ведь ваша безопасность в ваших руках. Приступаем к комментариям в социальной сети немедленно. Итак, Евгений Метелев прислал нам фотокомментарий. Посмотрите, какая прелесть. Ягоды, грибы, какая-то тля, а нет, это какой-то жук, да. И вот еловые, и цветочек, ось. Прекрасно. Замечаю. Продолжайте в том же духе. Только если бы вы прислали еще видео, было бы вообще еще здоровее. Спасибо, Евгений. Сергей Мановенко пишет. В рису косолапый царь и господин. И, в общем-то, в двух словах, подкарамливать лесных мишек не нужно. Поймите, товарищи, эти медведи благодаря вам, первые кандидаты на отстрел. Не оказывайте диким зверям медвежью услугу. Красиво написано. Приветствуем вас. Елена Макарова пишет. Обычно дары югры. Ходим собирать ягоды, грибы и шишки. Для похода на шашлык достаточно специально отведенных мест. Сразу хочется пошутить. А для похода на шашлык человеку ходить не нужно. Потому что самому можно стать... Ну, в общем, медведей опасайтесь. Михаил Епихин пишет. Лес, как море, идеален для вдохновения. Главное помнить, что это не наш дом. И мы в нем гости. И самое главное, не гадить. Золотые слова Михаил. Владимир Карпенко пишет. Лес, вот настоящая югра. Там все богатство. Не надо было бы на работу ходить. Не вылезал бы оттуда. А вот все эти чиновники по телевизору. Временное и наносное. Они уйдут, а лес останется. Отличные комментарии. Спасибо большое. А мне кажется, за разговорами мы забыли еще об одной нешуточной опасности, которую таят в наших лесах. Это природные пожары. Прямо сейчас я готова поделиться с вами статистикой. Итак, перед вами динамика лесных пожаров в Югре за 5 лет. Правда, не за последние, а до 2013. Первый ряд столбиков показывает общую площадь возгораний. А второй, который ближе ко мне, количество очагов этих самых пожаров. Как видите, величины эти не взаимосвязаны. Вот, например, в 2011 году в округе горели леса на гораздо меньшей площади, чем в 2010. А очагов было куда больше. Далее. Теперь статистика пожаров в целом по стране. Вплоть до прошлого года. Сами видите, как в 2018 горели леса, просто полыхали. Сгорело почти 7,5 миллионов гектаров. Да и вообще, в последние годы прямо жуткое что-то творится. По 2019 году статистика пока не готова, но горела, по сообщениям, не меньше, чем в прошлом году. Югро, к счастью, эта участь миновала. Кстати, наши пожарные считаются одним из лучших в стране, что регулярно и подтверждают и на работе, и на профессиональных соревнованиях. Вот, например, в этом году наш парашютист-пожарный Евгений Гайдоенко занял третье место на всероссийском конкурсе. Ну вот, все про опасности, да про опасности. А югорский лес, напомню, это еще и богатство. В частности, наш лес настолько качественный строительный материал, что его даже отправили во Францию для ремонта пострадавшего от пожара собора парижской богоматери. Напомню, символ французской столицы пострадал от сильного пожара, который вспыхнул в апреле этого года. На его ремонт было решено отправить 10 кубометров югорской лесенец, которая, между прочим, считается едва ли не лучшей в мире. Ну, а довеском к ней специалиста по работе с этим самым материалом нашего югорского скульптора Александра Рязанова. Он, кстати, сейчас находится в Нидерландах, оттуда в скорости отправится в Лондон и уже прямо оттуда в Париж, где и приступит к работе. Несмотря на дальнее расстояние, нам удалось выйти с ним на связь, и вот что он поведал. Я с собой взял образцы листницы, которые нужны, по крайней мере, французская страна, они поглощают большое количество окитлого свинца. Оно превышает там 700 раз. И реставрационные работы прекращены. И вот, вернее всего, что одно единственное дерево, которое сильно поглощает, это вот листница, мох и еще грибы. Ну, из всего этого французы выбрали листницу нашу сибирскую. Потому что листница, она используется, знаете, где? Вот сваи в Венеции из нашей сибирской листницы, и велотрек в Крылатском. Листница использует больше, чем не... Вот там она не подвержена ни гниению, ни камнями. Ну, камни какие-нибудь не подвержены. Потому ее используют... Ну, она для Европы, она страшно дорогая. Ну, и вот вся помощь-то моя состоит в большей благотворительности. Это же возобновляемые ресурсы-то. Мы листницу в округе садим постоянно. Постоянно у нас много мероприятий там. И вот мы ее досаживаем, досаживаем. В центре города у нас листница. Сад целый растет. В долине ручьев посадим. Ну, скажем так, все равно жалко, не жалко. Но приходится дело. Потому что мы же помогаем кому-то. Да, прекрасно. И я, и наши телезрители и раньше знали, что лес источник богатства. Но сегодня мы говорим про другое, про опасности, которую он таит. Про медведя, например. Сейчас восполним пробел. Медведи это да, медведи это жуть. Вот, например, посмотрите, как косолапые ведут себя у наших соседей на Ямале. Эй, 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 ты что делаешь? Уйди, уйди отсюда. Сейчас, где зеркало трое. И вправду жуть. Хорошо, что люди в машине были. А если бы нет? Меня вообще всегда интересовало, как надо себя вести, если встретишь медведя. Ну, я большой специалист в этой области. Предлагаю тебе небольшую игру. Вот представь, что ты Маша. Маша, представь, что ты Маша, а я медведи на тебя нападаю. Не, ну с трудом представила. Ну, ладно, что дальше? Бежать, стоять, кричать, что? Ну, что дальше? Кричать, кстати, не такой уж плохой вариант. Мишки очень часто пугаются резких звуков. А вот бежать, наверное, не стоит. Во-первых, все равно ты не убежишь от него. Можно спровоцировать зверя. Вдруг он не собирается нападать и увидит, что ты бежишь. Ну, он такой подумает, ну, надо догонять. И алга. Ну, я думаю, вопросы про выживание лучше все-таки задать специалисту. При всем этом, Муре, уважение к тебе. Надеюсь, ты на меня не обижаешься. Да, да. Не обижаешься? Нет. Ну, опрос, наверное, да. Сейчас мы попросим дать опрос, потому что наши корреспонденты приставали к людям опять-таки на улице. И спрашивали, как уйти от медведя, если вы его встретите. Ну, и на всякий случай спрашивали, как, вернее, кто поджигает лес. Вдруг люди сознаются. Если вы встретите в лесу медведя, какие будут ваши действия? Ну, надо скорее убегать. Убегать? Да. Сразу замерз, опадать. Несколько раз встречал. И что вы делали? Матерился, ведром гремел, пугал, короче, его. Ой, лучше бы его не встречать. Смотря, когда летом я ухожу от него, зимой я его стреляю. Ой, сразу в обморок упаду. Ветку сорвать и над собой держать повыше, чтобы он плохо видит, а испугаться он должен и не подходить. Остановлюсь, как вкопанное, и буду ждать дальнейших действий со стороны медведя. Угостил бы его тушенками. Или сам как тушенками. Ну, я сомневаюсь, что кто-то специально у нас будет лес поджигать, потому что люди сами ходят в лес, грибы, ягоды, да и вообще природа. Это происходит чисто случайно, я так думаю. Ну, кто-то покурил, может, бросил, но он сделал не намеренно. Да люди, скорее всего, сами. Может, по неосторожности, может быть, халатность. Где-то бутылки оставили, уже идет проекция от солнца, загорается. Где-то не затушили костер до конца. Ну, либо туристы, либо те, кто хотят что-то с этой земли поймать, наверное. Ну, и теперь, наконец-то, моя любимая часть программы, разговор с гостем. Встречайте в студии северного интерактивного шоу начальника управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий департамента недропользования природных ресурсов Югры. Василия Петровича Тулинкова. Здравствуйте, Василия Петровича. Здравствуйте, Василия Петровича. Вы, как человек, который с лесом уже давно на ты, медведя встречали в лесу? Да, встречал. Правда? Что делали? Как спасались? Ну, я правильные рецепты дал. Я встречал, ехал на мотоцикле, он раскапывал муравейник, он испугался. Я притормозил, он метров 150, не доезжая его, он испугался, просто убежал в лес и все. И сам убежал? Да. То есть иногда медведя можно и не бояться? А каков процент убегающих от людей медведей в противовес убегающих от медведей людей? Ну, я думаю, сильно агрессию можно вызвать, когда, если встретиться с медведем и посмотреть ему в глаза, тогда вызывает агрессию. А если просто осторожно увидеть медведя, надо, допустим, начинать потихоньку пятиться и постараться одежду или что-то расшиперить, и показать, он видит, как уже было сказано плохо, показать, что это более объемный, тогда он воспринимает, что жертва не такая слабая и маленькая, он тоже потихоньку начинает отступать. То есть моя бабушка была права, когда говорила, что раньше на Руси женщины задирали юбки, чтобы медведя спать. Нужно есть одежда, пласть какой-то, развернуть, сделать объемный фон, и все, и он за счет этого фона, даже или встать за дерево, уже теряется силуэт, допустим, он не понимает, кто с кем встретился и начинает расходиться. Я худой, мне, наверное, с медведем лучше не встречаться. Ну, давайте вот сейчас тему медведей мы до конца докрутим. Скажите, почему их так много и почему они выходят так часто к людям в последнее время? Очень много таких новостей. Ну, раньше у нас те же, допустим, 20-30 лет назад, 30, когда я приехал сюда, у нас более, в лесной отрасли было больше народу занято, лесная промышленность работала, практически везде были заготовительные участки, занимались химподсочкой, а там люди жили, строили избушки в лесу и вели практически круглогодичный образ жизни в лесу, поэтому занимались охотой, из-за этого, видно, больше было отстрела медведей. А сегодня охотой медведей много народу не занимается, хотя и оружие уже совершенно другое. Раньше с латкоствольными дробовыми ружьями ходили, то есть сегодня с карабинами, но только остались любители, которые не боятся рисковать жизнью, а уже таких, тех людей, которые занимались отстрелом медведя, допустим, чтобы поиметь мясо или шкуру, уже таких практически, наверное, не осталось. Регуляция поголовья, да, хорошая вещь. Ну, давайте, если мы заговорили про порядок, чисто потребительское отношение к лесу, это примета нашего времени или такое было всегда? Ну, я думаю, наверное, последние сто лет, когда наш исход, начался сильный исход населения из деревень, с раскулащением, с коллективизацией, у нас потребности в лесе, в поле стали исчезать, и поэтому народ стал отходить от леса. И если раньше 60-70% народа питалось то, что брали в лесу и в поле, то сегодня все это можно взять в супермаркетах, и поэтому потребительское отношение, я думаю, мы воспитали постепенно, вот, по моему мнению, где-то последние сто лет мы сильно над этим поработали. В связи с этим промежуточные итоги интерактива попробуем провести, ведь за грибами идет 44%, да, за вдохновением 34%, а за приключениями 22%. А за приключениями... Вот, а я думаю, те, которые сегодня идут за приключениями, от них самый большой вред. От них самый большой вред. Согласна. А тогда они шли также за грибами, за ягодами. У нас есть звонок, нам подсказывают, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте, Андрей, я у вас вопрос один небольшой. Скажите, пожалуйста, сюда либрею школу принимать лесной... Звонок сорвался, я так и не понял вопроса, может быть, попробуйте еще раз перезвонить и еще раз его задать. Хорошо, Мария, есть вопрос? Да, у меня есть вопрос по поводу черных лесорубов, вообще охраняемости наших лесов. Вот понятно, что каждому дереву лесничего не приставишь, да? Как вот тогда охранять такие огромные наши зеленые богатства, территории? Оно и не требуется, представляете, каждому дереву лесничего. Необходимо просто в народе воспитывать чувство культуры, отношения. Но и если взять, допустим, наш Ханты-Мансийский округ, то у нас данная проблема практически не существует. Она основное лесонарушение, связанное с незаконной рубкой. Это начало работ предприятиями топливно-энергетического комплекса до оформления или в процессе оформления документов. Бывает, что за 2-3 недели не успели получить полный пакет документов, зашли, начинают работать, на этом попадается. А такого, чтобы спилить лес, вывезти и продать его, у нас по 260-й статье практически, может, единичные случаи, может, для собственных нужд кто-то на баню вырубит. Это из-за того, что, наверное, у нас такая дорожная инфраструктура. У нас буквально 2-3 дороги, которые ведут в центральную часть европейскую и далеко от границы. Поэтому проблем таких больших нет. По какому нам пути пойти? А по вот этому пресловутому легендарному китайскому или, может быть, по какому-нибудь иному пути, вместо того, чтобы брать штрафы, которые заведомо уже люди знают, что... В тюрьму сажать сразу. Да, в тюрьму сажать надолго. Как вы считаете? Я считаю, что то законодательство, которое существует, нам сегодня позволяет работать. То, что по лесным доходам, если взять Уральский федеральный округ, из всего объема, собираемого лесного дохода, где-то 50-52-54% дает из шести субъектов Хантамансийского округа. Из них это штрафные санкции. Но штрафные санкции, как уже сказал, или порыв, разлив нефти, или начало работы незаконной. Начало работ, в принципе, такого злостного потребления древесины, что с целью перепродажи у нас нет. Что касается лесных пожаров, вот, как правило, кто становится их виновниками? Это сама природа или человек все-таки? У нас пожары делятся на две категории. Есть первые весенние пожары. Эти пожары, практически, если взять картографию, посмотреть, они все привязаны к устьям рек. Начинается охотничий сезон, первый сход снега. Здесь, я бы сказал, основная масса пожаров у нас связана с населением. Потому что выезжает на охоту, где-то лодку поставил, костер развел, посидел, в лодку сел, отплыл, костер остался, трава сухая, загорелась. Пал, пошел, с поймы выходит в лес. Ну, а вторая половина лета, где-то с 15 июня, у нас уже практически все пожары идут или ближе к Преполярке, Березовский район, или, говорит, Белоярский район, граница к Ямалу. Это уже сухие грозы, потому что здесь уже природные явления. Хорошо. Скажите нам, пожалуйста, что вы сам ищете в лесу? Вдохновение, грибы или вот этих самых приключений? Приключения. Я, наверное, больше всего вдохновения получаю от леса, поэтому выбрал эту профессию и уже более 31 года здесь, в Ханты-Мансийском округе, работаю на благо нашего леса. Продолжайте в том же духе. Продолжайте в том же духе. Спасибо большое, что пришли. Удачи вам. До свидания. До свидания. Итоги интерактива, да, Мария? Подводим итоги интерактива. Итак, я ищу в лесу больше всего приключений 42%, грибов 33%, треть. И вдохновения каждый четвертый ищет в лесу. Вот так. Какая прелесть. Проголосовали у нас почти 50 человек, в лесу ищут грибы 45%, почти 46%, приключений всего 16%, а вдохновения, наверное, вместе с грибами почти 40%. Хотелось бы порадовать зрителей афоризмом от неизвестного, соответственно, автора. Только представьте, если бы деревья давали Wi-Fi, раздавали бы его, мы бы с вами засадили всю землю этими самыми деревьями. Жаль, что они всего лишь вырабатывают кислород, которым мы дышим. За сим имею честь отклониться. До встречи в следующую пятницу в 19.30 в эфире телеканала «Югра». Всего доброго. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова